Сегодня 25 августа 2015 года. Мы находимся в Теряевку, где и Павла Лапкина. Пришли отец Иоаким, Лапкин, Инатий Хнафьевич Лапкин. И его в стену этой тьфоли. Ты виноват в том, что я ее не налупил там в огороде. Вот в чем ты виноват. А не то, что ты жесть. Зачем я тебя заставлял, Павел, ты жесть. Я тебя еще огород спас. Тракторист прям пообил на резиновых колесах. Проехал три раза. Малину запахал, отбили мы. Подожди, ну здесь недоразумение, что такого сказать, чтобы ты не жесть, может быть, я не говорил. Ты говоришь, нет, она тебе сказала, что я говорю, как, у нее два ведра воды. Никто ничего не знает, я жесть. Ну, 10 лет пожарить. А тебе это зачем жесть? Она зажгла, никто этого не знал. Что она зажгла-то? И я этого не знал, что она пошла сжечь огород. Я-то этого даже и знать не знал. Откуда это, что я тебе сказал? А зачем ты говорил? Почему ты не стал сжечь? Сжечь есть спину на жечь надо было, а не огород. Зачем тебе-то сжечь огород, Павел? Это недоразумение, просто у тебя что-то получилось. И все, искушение какое-то. Ну, даже если я так сказал, я прошу у тебя прощения. Прости меня за эти слова, если было так. Прости. Я работал в своем огороде, пахал. Ну, все, резвый, все, не пьяный. Павел, подожди, вот ты сейчас прощение это принимаешь, нет? Надо ее призвать. Нет, подожди, ее не надо. Ты меня обвиняешь, ты меня проклинаешь. Ты его поносишь. Ага, это другой калинкор. Люда, ты благословила это? Подожди. Сейчас мы разбираемся со мной. Ты меня, я у тебя прощу, за что проклинаешь? Еще что? Другое еще что ты имеешь в виду? Шланги сто метров, ты говоришь, а где ты взял? И так смеется, лукавые улыбки, прошлый год. А где ты взял? Когда брали кабель, этот, шланги. Шланги что? 110 метров. Шланги, ты... Игнатий подарил мне. Игнатий подарил. Кто их у тебя взял? Людмила Ивановна. Ты видел и знаешь? Жена вот тут мы мерили. Как? И она взяла, при тебе прям взяла? Весь в подвал вытаскивал дал. Ей дал? Да. Ну... Ты, говорит, приедешь в Москву, я тебе отдам. Ну, а потом ты приехала, она не отдала. От винта. Я ничего не помню. А я-то в чем виноват? Я знать не знал, что ты ей дал шланги. Я этого знать не знал. А зачем в прошлый год ты говоришь? А где ты взял? Игнатий, как я в арты и взял. Ну, я говорю, что ты их не покупал. Мне тех шлангов, которые Игнатий дарил, уже ни у кого нету. 39 столов, кто поставил? Ну, а я-то в чем виноват в этом? Игнатий мне, я заработал. Игнатий мне, говорит, я тебе как Вениамину, всем по 50 нарезал, тебе 100. Ну, правильно. Ну, и что? Половина провода... Ну, вина-то какая? Моя-то в чем вина, что он тебе дал 100 метров, больше моего два раза? Ты бы сразу ее привел. Люда, раз ты не брал, пойдем. Среди очная ставка. Я говорю, Люда, вот здесь мы мерили. Павел, подожди. Ты когда давал, ты спросил меня давать ей или не давать? Ты же не спросил. Я не знал это, что ты ей дал. Я этого не знал. А у нас в уставе написано, что материальные какие-то сделки с замужними женщинами не проводить без благословения мужа. Ты бы пришел и сказал, батюшка, ты благословляешь ее дать ей шланги? Этого не было, я не знаю. Она самая сильная в этом доме жила. Ну, моя вина-то в чем в этом? Она самая сильная здесь жила отдельно от тебя-то. Вы половину жизни в разводе жили. Ну, а ты всю жизнь прожил в разводе? Нет. Я половина, как? Ну, я так не мошенничался. Мы сейчас вместе. Ну, какая мошенничать? Я в чем обмошенничался-то? В чем? Еще что? Сразу ты муж, если муж привел сюда, вот, вот ты у хозяина брала. Где? Я говорю, Люда, вот здесь мы брали. Ты мужицкими ногами такими в шароварах мерила в зеленых. Вот. Все. Ну, а намерила я-то в чем виноват в этом-то? Да. А зачем это, ты говоришь? А где ты взял? Виноват в этом, что я сказал, где взял? Да. Прошу прощения за эти слова, Павел. Прошу прощения. Еще раз прости. Бог прости. Все. За эти слова. Еще что имеешь против меня? Ну, вы вместе. Апостол Павел говорит, что муж и сына это одно целое. Правильно, одно целое. Еще что ты имеешь против меня, не против жены, а против меня? Ну, ты меня на весь мир поносишь и все. А я не знаю в чем даже виноват. Не защищая ее мужа. Я не защищаю. Разве я защищал ее? Я не защищаю. Валя, сколько меня укоряло. Надо прощать. Если вы смеетесь надо мной, меня же это... Даже коммунисты этого не делали со мной. Что вы делаете? Сожгли сад, шланги забрали и надо мной смеются. Ну, Павел, ну кто забрал? Я не забирал эти шланги. Этих шлангов уже ни у кого. Ну, твоя жена. Твоя жена. Павел, во-первых, никто не смеялся. Никто не смеялся. Никогда. Это ты зря. Малик, когда он утром пришел, сад сгорел. Он так свет, а душа эта... Но я виноват, даже допустим, я виноват то, что посмеялся. Конечно. В этом виноват. Я же попросил прощения. Чужому гору ты радовался. Это разве хорошо? Еще. Еще. Я не радовался никогда. Это выдумки. Еще в чем я в тобой виноват? Чем я тебе еще должен? Ну тогда с нее, а что с нее спрашивать? Я был сейчас у Татьяны Китовой. Она говорит, во, что с нее спрашивать? Ну и значит все. Как говорится, и забыл. Меня-то за что по ночь? Мошенник я просил. Еще в чем я перед тобой еще... Зачем меня обвинять в пожаре? Пиши расписку. Лапкин Павел Тихонович, в пожаре не виноват. Виновата сто процентов. Тебя кто-то обвиняет в этом? Что ты обвиняешь? Я тебя обвинял никогда и не обвиняю сейчас. Я тебя обвиняю только в том, что ты ее не отлупил там в огороде. Вот чем твоя вина. Павел Тихонович, сколько раз ты мне столько лет долбишь? Ты сам виноват. Павел, никогда я тебе не говорил этого. Зачем ты это придумал? Виноват только в том, что ты ее не остановил. Он правильно говорит? Не остановил. Я говорю в этом, что ты увидел, она поджигает. Сразу подошел, что ты делаешь? Подушел ее и ей надавал еще. Я видел, что два бедра, она готовилась поджигать. Ну так ты видел, как ты офицер подшел, ты что хочешь делать? Вот чем твоя вина-то. Ну нельзя же так переворачивать все это. Ну что же, ну зачем? Он правильно свинит. Он опять обвинит. Провокация, хороший провокатор. Он действительно делал все Людмила Ивановна. Он говорил, что я должен виноватый. Ну а при чем? Да что? Я виноватый. Кто тебя винит? Я тебя не виню ни в чем, Павел. Ну ты сколько лет говорил, что я... Да не говорил я никогда тебе. Что ты выдумываешь-то, Павел? Вот ты выдумываешь, честно золо. Никогда не говорил это. Вот смотри ты. Почему ты ни разу не сказал, что сколько раз он тебя спасал? Почему ты... А одно слово сказанное, и ты его не понял. Мы тебя с Игорем только два раза из трясины вытаскивали. Потом на машине мы с Валей ездили, вокруг полдня искали тебя за бензин. И как он меня ночью гнал? Как он меня с Барнаула гнал ночью? А я шла и ревела. Этот меня не пустил, никто со мной не пошел. Ночью я ее не пустил, конечно. Я говорю, куда ночью идти? Она пошла. А ты это забываешь сколько раз? Сичков Алексей спросил у Сичкова, приехал за мной, а я корову даю у Андрея, а слезы, Валентина, ну поехали. А я что сказала? Я говорю, вот Володя говорит, кто жизнь не ценит, тот не достоин ее. Он говорит, ты не пойдешь, не пойду. Вот меня кто спрашивает сейчас, а как там Павел? Я говорю, он у меня брат, я ничего про него сказать не могу. Хотите сами, говорю, узнавайте, как он там? Кто говорит? Люди, которые знают там это, знают твою жизнь там. Как это? Я говорю, он мне брат родной, я не могу про него ничего сказать. На 160 рублей наказали и никого виновного не найдут. Какие 160 рублей? Ну за сад по 8 ведера собирал, 8 ведер сейчас по 100 рублей яблоки. Тебе надо было на матушку подавать, а ты кинулся неправильно, он ни при чем. На матушку ты бы давно все бы высудил, если бы присудили. Я их пожалел, адвокат к нам был сразу милицию. Так где же ты пожалел, на весь мир поносишь? Тебе бы по зоне, зону топтать, а не по алтарю. Да разве можно такие слова говорить, а? Подожди, что я тебе еще должен? Ну ты сейчас виноватый признался, а то я говорю, в еписку походил. Я говорю, если я говорил это, я не помню, что... Я говорю, прости за это, может быть и было. Так, еще что я тебе еще, что должен, лично я? Грабли, грабли, какие-то грабли пасмассовые. Подожди. Интересно, я говорю, а когда это бетонную мешалку надо было... В Москве 16 раз был и не мог купить. Балашиха, вот такие вот, два раза. Так, сколько они стоили, эти грабли? Я не знаю, две с половиной к Петру вышлю. Там за пост, знаешь сколько? Да почему из Москвы-то, а что здесь нету? Тут пусть покупают здесь. Ну, Петру вышлю. Вот такие в два раза длиннее они. Вот такие, какие есть самые длинные купить. А как я у тебя их брал, почему они оказались у меня? Ты говоришь, дай сено сгребать. Я дал. Потом говорит, Александр Желтухин потерял. Ну, я тебе дал, ты ответственное лицо за сохранность этого инструмента. Да. И ты хочешь... А это не я. Отец, как это... Барабашай. Ну, ладно. Пластмассовые грабли. Сколько они, ты их покупал? Помнишь, сколько они стоят? 40 или 50 рублей. А ничего, все, все, накрутка накрутка. 40 или 50 рублей. Ну, 500 рублей. Хватит за грабли? Не хватит. Не хватит. Мне лучше вот эти... Да их нет таких сейчас. Их не делай таких. Да? Да, пойди в крутых магазинах. 500, не больше. Я в Москве на стройке работал. Ну, точно такие не купишь. Купишь не такие. Точно такие не купишь. Ну, на подобие. Ну, на подобие. На подобие. Пластмассовые подлиннее в два раза. И все. И все. Пластмасса, чтоб потверже была. И все. И весь разговор. Так, ну, если найду, я куплю. Он купит. Ну, они две с половиной Петру высылают. Остатки деньги... Кого две с половиной? Две с половиной тысячи? Да. А зачем Петру-то? А в почту берут, будь здоров. Да зачем почту-то? Зачем Петру-то непонятно. А в сентябре купим сам. Все, все. А там... Огромные фирменные магазины. Купишь. Все, Павел. Граблями и отдает. Все. Грабли взял, грабли отдал. Грабли взял, грабли отдал. Ну, Павел, вот ты считаешь грабли две. Ты 20 лет пользовался граблями и покупал. Я ведь ничего не говорю. 20 лет пользовался. А почему ты не рассказал Володе, что ты ехал и столб с откосом врезался? Да, да. Воронок перевернул? Да, так было так. У меня вот сейчас шишка на голове. Вот она. Вот. Колесо я взял у Николая. Да, взял. Одно колесо. Но остальными граблями это пользовался. Это же... Но оно было в нерабочем состоянии. У него есть массовые грабли. Нет. Он был в нерабочем состоянии, я сделал. Ну, нерабочее состояние одно колесо. Сейчас колесо спустит нерабочее. Накачал и поехал. Но ты же не делал. Столько лет оно стояло. Ну, колесо, допустим, какая часть хоть? Четвертая часть граблей. Ты пользовался все время. И ты это не считаешь. А я за них 500 тысяч платил. Привез с Томска я их привез. С Томска. Машину нанимал. А я на 200 тысяч привез электрооборудование в Потеряевку. Ну, ладно. Вы кинты в этом. А вот про бетономешалку. Ну-ка. Бетономешалку забетонировали. Бросил мне ее. Пришел. Ну, кто? Ты привез ее. Она у тебя была. Ты привез бетономешалку? Я на стройке работал. Даже за казенной хожу. А за своей бы потерял. Ну, так ты привез-то мне ее бросил такую. Ну, не знаю. Половина бетона. У меня растворомешалкой Геннадий что-то отдал. Я потом ездил бетонером. Павел, ну ты привез-то. Ты говоришь, я не знаю. Как не знаю. Ты же помнишь. Ты привез. Она у тебя работает. Ты привез. Я гляну. Половина бетона. Да работала, не работала. Я дом заливал. Уже Геннадий штортобитого раствора мешалкой. Мне Геннадий подарил. Он был представителем колхоза. Так, а эта мешалка была у тебя? Я сейчас не помню. Можем меня... Ну, ты мне ее привез. От себя привез. Она у тебя была. Давал. Значит, она-то была. Я такую-то не давал вам. А вы поработали, забетонировали, бросили и все. Что, сколько лет на стройке работал? Что ты не знаешь, что нельзя вставлять. Да знаешь, что. Но ты на стройке работал сколько лет. Ты знал, что на стройке пить нельзя. А ты сколько раз дома на стройке здесь строил и в стельку пьяной. Когда под коровой засыпал. Ты это знал? Знал. А все равно делал. Ты говоришь, я на стройке работал. Ну, за 5 евро или бешалку. А на 90 тысяч я платил. А ты считаешь грабли, пластмассовые грабельки и это. Куплю я грабельки? Ну, это же... Я не помню, что я работал. Ну, это же не послушал. А я помню. Ты не помнишь, он помнит. А то он помнит, что он там у тебя на пожаре сказал. Да. Да мы все одинаково закупаем. Я не помню, что он у тебя грабли брал. Я не помню, что брал у тебя эти грабли. Ты не помни, что бетономешалку запетонировал. Я когда приехал сюда еще, да, первый раз. Мне понадобилась бетономешалка. Я к батюшке говорю, у вас есть бетономешалка? Он говорит, вот у Павла. Я пришел, она правда стояла вот где-то здесь. Я глянул, а там замерзший цемент. Я прихожу к нему, я говорю, так батюшка, а как туда это, там же все, там же замерзли. Но он говорит, вот Павел работал вот так, оставил, значит, ну может как-то выбить. Ну я поркрутился, ну что сделаешь, там все разрезать надо. Там все разрезать, ну и все, я ничего. Ну что мне, подавать прокурору или что-ли? Нет, отбойникам перфоратора можно выбить. О, ну иди выбей, она вот там еще. Возьмите, выбейте, очистите, и все. Ты же работал, выбейте. Я очисти тебе там мешалку, я граблю куплю. И все, в расчете будет просто выбить. Выбей ее, освободи. А куда теперь, 160 тысяч меня наказали, с кого убрать? Каких 160 тысяч? Я у тебя ни копейки не брал. Сейчас нанять 4 яблонь 8-летних привезти с Барнауила. Ну ты привозил-то не 8-летних яблонь. Она сожгла 8-летних, пусть тоже поставит. Ну у тебя-то 8 лет ты как был, ты-то привозил 1 яблонь. Она тебе сколько, она же рассчиталась с тобой, ты вроде лазил. Ну сколько, опять ты вот лжешь. Она 6 тысяч дала, насажился. Я сейчас в эту квитанцию привез. Ну ты... Прошел год 3 600 взял, пусочек этих, 8 этих. Ну цены такие, паил, извини. Так они у тебя выросли, целые выросли. Растут дома? 3 целых. 3. А ты 6 брал, говорит. А остальные где 3? Одну Евгения Дмитриевна, где засохла. Две, а сколько бараны съели? Надя говорит, что в прошлом году брал, сколько бараны съели. В этом году бараны съели. А нынче нет уже. Ну, и все. И ничего с кого брать тобой. Ну бывает, это же не специально, допустим, пожар. Это бывало, что... Ну шутки на такие деньги. Ну котельные. Ты смотришь, что она отдала. 6 тысяч... Ну она засаженца отдала. Ты 8-летние яблонь привези 4 штуки сюда, тебе мало не покажется. Да 8-летние яблонь не пересаживают. Мы 25-летние в химках пересаживали. Ну вы пересаживали, а вы... Там техника американская, немецкая, итальянская. Ну так... Там все это обрезаешь, сетка и мощность... Ну, Лав Павел, ну здесь-то никто не пересаживает. У кого яблони есть в Корчиной, по 8 ветер собирает. Или в Потеряевке, у кого по 8 ветер. Ну меня Игнать фотографировал, я уже по 17. Вот ты ведро набрал, Игнать фотографировал там. 17 ветер собирал. Зачем ты это лукавишь? Ты помнишь, чтобы 17 ветер собиралось? Я не помню, я не видал никогда 17 ветер. Картошки собирали мы по 17 ветер, а яблок по 17 ветер... Картошки собирал, по 800 ветер в Потерченке сдавал. Ну, чтобы яблок по 8 ветер с каждой яблони... Не с каждой, с 4. С 4 в 8 ветер. По 2 ветра с каждой. И что, я в Личи, вот она, свидетели. Никита все, 6 ветер собрал. Ну у нас вот в Потеряевке, кто садили, ни у кого нет яблони. Ну у всех, они просто замерзают яйца эти, зайца объедают и все. Вау, этот, тетя посадил ее в березке, не выросла. А у меня, посмотри, вот три под окном, там, значит это... Ну когда, подожди, когда вы это сожгли, матушка с тобой, говорит, за саженцы рассчиталась, ты взял эти 6 тысяч? Взял. Взял. Поехал, саженцы купил. Все. А 8 лет-то я буксую? Так ты, ты не за яблони, скажи, а мне за работу заплатить, что я ездил, или что-то там. А ты буксуешь, что... Ну ты вот сейчас вот уехал туда, что ты, ты сколько лет буксуешь там, Павел? Ты почему это-то не смотришь? Мы вот приехали в прошлый раз с братом. Сняли на это. Ты лежишь на кровати, раз кое-как растолкали, ни жив, ни мертв. А ты сейчас в сельсовет написал, на сколько украли. Ты думаешь, что они тебе вернут, заплатят? За украденную. Ну, приедем, и что-то побеседуем. Ну, а заплатить никто не заплатит, и ничего, и никуда-то писать не будем. Ну, это явно, что 40 безработных, безвожников, а это все верующие, таким делом занимаются. Вот и верующие-то, верующие, и друг на друга кляпаем, и... А что кляпаем? Я свое... Музулями, как отец говорил, заработал, я свое требую. Верните назад. Все. Так что взяли, Вер? Я у тебя ничего не брал. Ты с меня требуешь. Одни грабли, вот, пластмассовые. Так давай будем меняться. Я говорю, ты мешалку освободи, я грабли куплю. Понедельник приеду, и это, с Людой поговорю, чтобы ты в курсе дела был. Ну, поговори с ней, если она, ты знаешь, что она шланги украла. Говори эти шланги. Шлангов-то тех, которые давали, их уже ни у кого нет, ни одного метра. Да у меня они в тенечке лежали, в подвале. Ой, вот, Павел, да какие у тебя в тенечке-то? Это не на солнце. Господи, да чё ж ты такой-то? Надо правильно хранить. Ой, правильно, ты правильно сохранил. Сколько мешков цемента у тебя, куча лежит, камень? Правильно сохранил? Правильно хранить? Да. Ну, Бог сказал, не пожелай у ближнего этого ничего. А вы нарушили запад Божий, что это вам мало? Брат, а ты не нарушил? Представь, мы 20 лет терпели. Ты нарушал устав из года в год, изо дня в день. Пьянствовал, 20 лет терпели. И покрывали всё уже. Люди возмущались. Я говорю, ну, подождите, может быть это. Это ты хоть, у тебя хоть немножко есть, нет к этому-то какое-то покаяние. Петя, Петя, не пьяница. Рюкзак на спину и ушёл. Николай чуть не с матерками колечков, не пьяница. Чуть не с матерками у него. Ну, так ты зачем их-то? Ты про себя-то. Ты почему себя-то не видишь? Все виноваты. Мы тебя терпели. Ты все виноваты, ты один правый. Ну, терпели. Терпели, действительно. Ты не признаёшь, что ты 20 лет и с года в года пил. Пил и пил, и там в корченах сейчас. Написано всё. Ни блудник, ни вор, ни пьяница, царство божие ненаследует. Если она всю жизнь ворует, это всё хорошо. Но подожди, она ворует там, ладно. Почему? Один такая поблажка, а там всё в одно предложение написано. Она причащается, а мне, например, нельзя. А там всё в одну строчку написано. Воровка причащается. Что она своровала? У меня штанги взяла и не отдаёт. Она не ворова. Она не ворова. Ну, мошенница. Ну, пусть мошенница, ладно. Вот когда мы обвиняем кого-то друг друга, во-первых, имеем ли моральное право обвинять, если мы сами в чём-то виноваты. Если в том или в другом один, в одном, в другом, в третьем и так далее. Я считаю, что мы не имеем морального права обвинять другого, если ты сам в чём-то запачкан. Я свой уклон начну требовать. Вот ты сейчас-то процитировал. Говорит, не блудник, не пьяница, ничего. Ты как считаешь себя? Ты в блуде живёшь или нет? Ты сейчас с Надей живёшь. Как? Ну, как я зарегистрированный. Да что ты зарегистрированный? Ты перед Богом. Ну, как? И в Виталии это священие говорит, приезжайте, я вас это обвинчаю. Ну, ещё же не обвинчал. Ну, я не обвинчал. Ну, ты как живёшь? В блуде. Выпил его часто, часто, что там говорить? Ну, все свидетели. Мы ходили, вот они все. Поэтому, ты чё кочеврыжишься просто-напросто? У тебя сейчас батюшка попросил прощения. Всё. Всё. Наглый. Не против, что я... Я виноват, что это она сошла мне сошла. Лучше вам оставаться обиженным, чем обижать. Если любите врагов ваших, то как же ты? Они же тебе чё, враги, что ли? А почему Христос? Вот этим пересвященникам, протеерям. Извини, они... Это касалось дело веры. Они заблуждались. А он говорит, я левит. А это совсем земное это. Евгения Дмитриевна, решительного дала, вторую трясёт. Барабашюлю, кому деньги надо? Святые раздавали. Ты, Павел, это знаешь, ты слышал? И тебе кто сказал? Это Галя сказал? А, вон что. А ты, Галя, слушай. Вот и ты ещё говоришь, что... А ты это веришь? Ты принял всё Галю. Галя тебе сказала. А почему? А кому люди верят? Нет, ну я тебе говорю, что этого не было. Вот брат скажет, что этого не было никогда. Было такое когда-нибудь? Чтобы я с кого-то вытрякнул. Давайте сетину, давайте сетину. Она жива ещё, поедем. А меня зачем пусть она привезёт? Это ложь. А ложь от дьявола. И ты их слушаешь. Ты же сам цитировал. Евгения Дмитриевна лжо. Стой, а уехал отсюда. Нет, вот у меня, смотри, Павел, я уже 36 лет священнослужитель. Меня ещё никто в этом не обвинил. Только вот ты первый. В том, что я там лишнее что-то требую или что, никто ещё не обвинил. И здесь две общины, по сегодняшний день. Никто ещё мне этого не сказал. Если твоя жинка бы не бесновалась, я бы ничего тебе не сказал. Ну да ты бери жинку. Ян Затауси говорит, опять беснуется Изавель. Ищет её крови Яновой. Ну она что, твоей крови ищет или что? Ну я иная была саджет. Ты ищешь-то её крови, понимаешь? И моей крови ты ищешь. Я прокурору подам. Да, пишу сейчас. Ну так вот. Чтобы вы в писаном виде извинились и вернули деньги. Сожгла, скажем. Или всё поставите на место. Четыре яблони было восьмилетних. Восемь ведеря собирал, чтобы всё вернули. Сто метров шланга, сто десять, по сто двадцать рублей. Да ты не покупал их. Я отработал. Чего отработал? Опять ты не ровня. Я отработал. Я почти что-то сорок столбов поставил. Павел, на тебя бесплатно дом достроили, фундамент заливали. Ребята помогали. Сколько? Янчаки работали всё лето. Я ваучи отдал. Ваучи отдал. А чё он ваучи отдал? Заводы стояли, а им есть нечего было. Мамка их на свою пенсию кормила. Да перестань ты, есть нечего было. Ребята, есть нечего. Обойца специальности есть нечего. А за работу платить. А работают? Он их кормит. Ещё и платит. А как? А как ты хотел? А ты считаешь, вот у меня там это... Сейчас пультозирис приедет. Дядюшке, давай. А каждый день три раза корми его. Что? А как ты хотел? Нет, Павел, я считаю, что это всё настолько мелочное, что это просто позорно. Понятно, что деньги тебе нужны, но тебе нужны. Ты бы просто даже пришёл и сказал, братья, помогите мне, мне надо. А зачем мне ради Христа? У меня свои, значит, были. Ну свои, если есть, тогда зачем тебе это-то? Павел, ну чё? Шланги свои. Зачем мне 6 тысяч долларов? Ну шланги ты не покупал, ты их... Не надо, это дарённые шланги. Павел, какие доллары у тебя вытащили? Я на 6 тысяч купил шланги. А с кого будешь требуешь, когда ты ехал? У тебя там 800 долларов вытащили, паспорт. У тебя паспорт только один обошёлся, 20 с лишним тысяч. Это вот, она врёт, Валя. Валя врёт. Как? Ты три раза с Москвы приехал за паспортом? За паспортом приезжал. А туда сразу съездил 10 тысяч. Ну приезжал? Приезжал. Паспорт тебе где? В Москве дали? Ну не три раза, раз приезжал. Да не раз. Что ты говоришь? Раз. Не раз. Раз ты приехал только с заявлением, что... А сказали через месяц тебе это, ты опять уехал, потом опять приехал. Некогда потом ещё приехал. Сразу паспорт не дают. Сразу не дают паспорт. Сразу не дают. Я тебе там в письме и пишу, где-то я могу и не точно. Но 10 мешков цемента, это я точно, я считала. Я считала, вот лежат и тут я. Ты вывалишь? Я раз. Бегаю. Бак в бане. Ты говоришь, надо хорошо совсем следить за шлангами. Что ж ты воду-то не слил, а? Что ж его водой-то разорвало? Куда ты торопился, летел? Взял и позвонил. Валь, слей воду. Ну, вот где деньги. А я вот считаю, Павел, знаешь, просто у тебя какая-то вот озлобленность, что у тебя, что не устроенность. Ну, пока не вернутся на озлобленность. Положите всё на место. Озлобленность и зависть. Он может походотачивать жене? Вот это вот главное. Люда, положи всё на место. Что-то она покостила. Что ты брал у него. Положи всё на место. Да я бы давно простил, да и всё, пусть она виновата, она за себя ответит. Не надо говорить, а вот он тот, другой, третий. Каждый за себя ответит. А в каком году это было, когда ты ей шланги будто бы давал? В каком году это было? В 99-м. В 99-м. А сегодня какой год? В 2015-м. В 2015-м. В 16-м лет. В 16-м лет уже прошло. Это никакой прокурор, никакой даже суд нет. Ты это хоть понимай или нет? За то, что ты меня поносишь, что я виноват их в пожаре. Я тебе нигде не... Я тебе ни сразу словом никаким нигде не поносил. Да ты вот месяц назад сказал, что ты сам виноват. Виноват. Ты сам виноват и то, что не прекратил пожар. Вот в чём ты виноват. Я сейчас говорю. Я заскочил в огонь, хотел прекратить. Так в огонь, когда она поджигала. Ты видел, она ставит ведра, собирается поджигать. А ты смотрел, ты сразу почему не подошёл. Вот в чём твоя вина. Она говорит, помоги жестовую люду. У меня трактор две недели искал. Всё. Но ты кому-то сказал, здесь я жгут сразу тревогу поднял. А ты когда уже загорелась у вас, чуть хата не загорелась, тогда ты уже засуетился. Ну как так, 36 лет священником и она так выступает. Надо же. О, Павел, да тебя мамка всю жизнь учила. И умирая, умирая. Ты ещё эту грел банку. И ты её, Валь, дай её согреть одеялом к мамке. А мамка, Павелка, трезвая, говорит, да, мам. А я сейчас пока ещё. Ты вышел, а я тебе воды туда налила. Я говорю, мам, трезвая, потому что он переживает. Ты уже помираешь. У тебя мать умирала утром, а ты всё ещё банку эту трёшь. Как ты мать обзывал? Мамку ты тоже, Валя, могла бы к себе забрать, чтоб легче жила. Она не хотела. Её Марфа брала. Её Марфа брала у Марфы. И я хотела. Она мне повлажала. Все свидетели. По милости Господней. Я маму похоронил, а отца у меня на руках. Кто так скажет? За отцом. Вот он свидетель ходил. Только по субботам и воскресеньям. Вот он на руках его таскал. Нет, отец у меня на руках умер. Два раза священника приводил. А в ванне кто мыл? Володя мыл каждый раз. Не каждый раз, я мыл. Ну что вы считаете, здесь уже награду хотите получить? Я вот мать похоронил. Да не надо было мыл. Ты их кто похоронил? Вот кто похоронил. Ты ни копейки не дал. И получил погребальные. Куда ты их дел? Вот кто похоронил деньги мамку. Ты ни копейки не дал на похороны. Как? И автобус подогнал? Какой автобус мамка здесь умерла в ноябре месяце? А, я думал про отца ты говоришь? Ага. Про мать. Не говори. Я говорю мамка, зачем ты по лу покупаешь муку, сахар? И она когда не стала тебе давать, купила корову. Она жила у Петра и сказала, помру, разделите девчонкам. И Дуся продала нам всем по тысяче. И муку и сахар покупать. Я говорю, да сколько же ты его сама спаиваешь с сахаром этим? И мамка не стала покупать. И все, ты ее хоронил. А как? Копали могилку мы. Игнатий торопился. У меня даны занятия. Девять дней, батюшка. Сорок дней. Каждый год. Вспоминания творю. Я. Кто? Он и я. Ты ни копейки не даешь. Ну? Ужас. Он может и не путь. Как он стоит вот так вот? Петя идет на помельки сорок дней. Не подходи! Не подходи! Кричал ты вот так вот. Стоишь по. На ступеньках. На крыльце. Ну Павел, ну ты что? Ты совсем уже или что? Ну пойдем мы к Людмилу Ивановну спросим. Кого? Твоей женке. И что? Она свидетель. Что я так стоял и говорил? Да. Павел, ты был или тогда пьяный, или еще не протрезвился сейчас. Ну разве можно ты так уже это говорить? Ты вот это был на крыльце. Ну твоя жена говорит. Ну пойдем. Я ее куда? В храм не пускал ее что ли? Не в храм. Куда? Домой? На поменьке на сорок дней. Да Павел, это брехня это. Это бред не пьяных старух. Ты где-то наслушался. Это тебе в одно ухо Галя сказала, а в другое тетя Женя. Люда, Бог даст в понедельник приеду, сходим к ней вечерком. Да сейчас сходи. Да мне надо ехать. Парычал. Ну ты запомни, что это брехня. Ну твоя жена говорила. Ну ты подхватил это и брехня. Ну вот я перед тобой говорю, что этого не было. Галя врет. А почему? Так, ты у Пети спроси это было или нет? А? У Пети спроси, было это или нет? Могу написать письмо? Напиши, спроси. Петя этого не подтвердит, потому что этого не было. Никогда. Я с Петей в Москве после этого встречался еще у Александра Федоровны. В прошлом году договорились с ним, потом он звонит. Я не могу, там что-то срочно надо делать. Не пришел. Я у Дуси был, там целый день провел у них. Вот. А он не пришел, что-то там у него работа что-то. А когда Александра Федоровна была, мы сколько раз у ней встречались вместе, обедали, сидели. Слова не было этого, чтобы какая-то обида. А то, что было, что-то он там жаловался, сексотничал. Это все документы есть, это записано, это в суде документы есть. Когда он там доказывал. И то, он письмо у меня лежит и говорит, я все это прошло сейчас. Как все это гадко и противно. Петя пишет. Так приятно читать, человек признал. Нет, он интересно. Петя, а зачем ты это пример показал? А ты зачем вот это собираешь? А вот, я будто бы сидел, да Петя. Ну зачем это? У нас Пятька и матерился. Ну это же нет повода, чтоб я это делала. Мне сейчас хоть десять наркозов давай. Я ни одного, как Свекор говорил, лагеря прошел войну. Ни одного гнилого слова из уст не вышло у меня. Я никогда не скажу. А ее везут семнадцатилетнюю. Она в аварию попала, это, Машке, доярке, Воронцовке. Девятнадцать лет ей. И эти, говорят медики, ужас, как материлась. Мы, говорит, такого еще не видали. А ты повторяешь грех. Галя сказала, мои дети питаются. Ну его жена сказала, он тоже, говорит, это... Что она сказала тебе? Что ты так стоял и кричал? Да не правда, Паша. Брехня. Ну я тебе сейчас еще третий раз пошел. Что ты брехня. Тебе зачем это? Даже если бы так было, ты сказал, я не верю. Тебе зачем это? Ну тебе что, меня еще обвинить надо. Здесь ты уже суд будет. Мы на суд Божий. А ты вот сейчас уже ходишь, сейчас засудить. Ну, стоял, если я так стоял, то что из этого? У меня задача вернуть, что меня... Так ты хочешь вернуть, что... Ты, значит, меня там мошенником там и прочее обзываешь, ты через это думаешь тебе вернуться? То, что ты задумал? Ну как? Взяли, приедешь, я отдам. Приехал, отвинта. Кто сказал, что отдам? Люда. Что? Вытащил из подвала, отдал их как человеку. Ну, думаю, я в Москве работаю три года. Ты с нее и требуй. Павел, сколько у тебя еще чего украли, ты даже знать не знаешь. А эти шланги даже и не были. Ты никакой урон-то от них не потерпел. Ни копейки. О, горбом я потерпел. У меня ноги переломаны, я 39 столбов. По некоторым у Глушко я раз 15 залазил. Почему ты ни разу не сказал, когда тебе в вагоне проводники сравняли все? Почему ты про это не говоришь? А вот ногу сломал, ногу сломал. А кто? Они приезжали. Ну, а почему тебя вот сравняли, и ты пришел в мороз в кепочке? Он пришел сюда и говорит, мне в тюрьму, у меня мама больная лежит. А милиция говорит, мы тебя насильно загрузим. Игнатий говорит, не езжай в ребриху, в милицию. Ему два года давали. А он заплакал. Хорошо. И ты нигде не трясешь, что у меня голова болит. А он все, он сразу раскаялся. У меня мама больная, прости все. Да он раскаялся. А у тебя клюкой-то били не по арбузу, а по голове. Ты ни разу не сказал. Голова-то болит не от кирпича. От того, что клюкой били. Ему все сравняли. Его приехал не узнать. Я не знаю, что ничего ворачивать не хотите. А потом... Нет. Вот и кромка. Стенка стоит. Иван кивает на Петра. А Петр на Ивана. Это басня Крылова. Задача, чтобы не вернуть деньги. А ты ему по-другому перекинул. Вернуть Павлу деньги. Причинный убыток, ущерб. Вернуть. На этом настоял бы. А у тебя все, все врат на выруб. Не отдавать ему. Ни под каким видом. Потому что все прахом пройдет. А сейчас взять, Слава. Иди отдай. Не пожелай чужого. Что вам Бог говорит? Что вам наплевать? Не пожелай. Алексей Сиськов говорит, приходит в сельсовет. Ты заявление писал, что у тебя талию украли и болгарку. Был это в сельсовет? Заявлял? Да. Ну. Нашел? А талии у Алексея? А болгарки то нету? Нету. С кого ты будешь брать? Кто у тебя? Люда взяла ее или нет? Зачем это? Ну а кто? Почему на того ты в суд не подаваешь? Подавай? Зачем это утрировать? Как это утрировать? Мы вытащили, замерили. Все по-хорошему. Ты даже не помнишь, где у тебя была талия. А талия-то была у Сиськова с весны. Просто то, что надо ему выколоть эти деньги. Получается так. А что там слушать? Матушку там или кого-то. Или галеру. Я считаю на этом месте поблагодарить Бога. Ну я там все. Я его завалил это все. На днях хорошее настроение было. А ты его крышуешь, и на мешалке степляешься. Все, чтобы не отдать. Отплевать. Не, а сколько бы он хотел. Не, ну и то мешалка это вещь. Ну да. Это вещь. Не, вот сколько, допустим. Действительно, шланги. Ну вот я покупал по 100 рублей. У меня нет. Вот такие шланги. Большие. Мало его меньше на миллионер. Ты миллионер. Тебе 160 тысяч, ничего не стоит отдать. Нет, нет, нет. Откуда ты знаешь миллионы? Кто тебе это сказал? Галя сказала? Ну почитай. 140 тысяч, 8 человек. Сколько ты с Австралии привез? Что ты вспомнишь? А кто, а кто знает сколько я привез? Ну напиши, и оно все подойдется. Ты откуда знаешь сколько я привез-то? Ну белорусик ты купил. Значит ты кому... Галя сказала или кто? Белорусик купил. Ну при мне ты купил сразу. Ну белорус купил. Так белорус, вся деревня живем. Это для деревни купил. Да я почти что не касался. Ну ты не касался. Потому что тебе некогда было касаться. А вот сейчас все тюкуют и вся деревня питается. Снегоход надо было. А вот этот... Купили. Генчук говорит, он торгует на казенном снегоходе. Барабаш. Ну как торгует? На какой казенном? Ну у тебя был снегоход казенный. Как это? Кто его казенил? Ну я купил вроде на десятину что ли. Кто говорил? Никто не говорил. Павел, если мне кто-то дал, то тот человек, который дает, он доверяет мне, что я их эти деньги не пропью. Тебе почему никто не дал миллион? А мне дали. А я не священник. Ну а при чем не священник? Брат у тебя не священник, но ты тоже говоришь, что ему дают. А почему? Он нам клеит штаны, интернет там все это, я это знаю. Агитация. Это за заплаты дают миллионы? Да, интернет. 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 Павел? Да как ты это только говоришь? Он говорит, 15 лет я добивался этого. Он уже поднаторел в этом. Чтобы деньги из кого-то получать? Да. Я говорит, 15 лет бегал по инстанциям. Ну кто как может, у кого какие способности. Он даже не знает такого. Первый раз сегодня сказал, какой он. Так, три поклона и уходим. Добавляйте вот это место. И всех приходящих сюда смири сердце Павел. Дай ему нет. Любовь. Прощение. Трезвость. Избави от страшного порока пьянства, углопомнения, делающего подобным дьяволам. И нас пощади в чем мы виновны. Приши добрые жители, знающих тебя, любящих тебя. Сохрани нас от злословия, от всего, что не славит тебя. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сейчас, давай, проходи, а? А, давай. А это, оно не упадет, вот это мешать будет коляска. А, ну не надо, это мне сидеть некуда. А, нет, а как ты его? Не упадет она? Коляска не помешает? А, чуть ли себя возьми. Смотри, смотри. Я его приветствую. Я ему, ну, спаркианцы, говорю, специально. Это надо приближать. Да, не убирать. Специально ничего не делаем. Не нравится так, я живу так, как мне нравится. А я скажу, это все за поношение сочинения. Он не только его, он не... Мать-то действительно, когда мать была здесь, как он мать-то носил, я слышал, ужасно. Старая карта, вот такая, вот такая, вот такой вот. Она лежала, уже полыжевая. То есть, очень сильно. Дай-ка брухов сюда, вот он нашел. Вот, я ему говорю, уже молчал, и все самое, на все это выступают. У меня нет, на все ониking три. Ем hairs, на все красный-р scar.